Букеты цветов и теплые слова. В торжественном зале Дворца книги состоялся юбилейный вечер «Живое сердце Симбирска», посвященный литературному журналу «Симбирск». Юбилейный, если отсчитывать, от 2013 года, когда появился первый номер, возрожденный с названием «Симбирск». Когда-то «Альманах» начинал выходить в 90-м году, а в 2013 году он был возрожден с этим названием и уже как литературный журнал. Сегодня «Симбирск» — это не просто литературный «Альманах», это литературно-художественное и культурно-просветительское издание, в котором соседствуют история и современность, проза и поэзия, исследовательские работы и художественное творчество. Я даже на памяти не знаю еще такого журнала, как «Симбирск». В общем, богато выглядит внешне и богатое внутреннее содержание. Там печатаются не только наши писатели ульяновские, но писатели из других регионов. В мероприятии приняли участие поэты, прозаики, краеведы, авторы журнала. Журнал «Симбирск» у нас единственный литературный журнал, я думаю, самый главный в Ульяновской области. Там и стихи, там и легенды, там и дневники, там и повести, все есть. На любого читателя скажу. И я призываю читателей выписывать этот журнал. Очень приятно было видеть на вечере тех, кто не только печатается в журнале, но и являлся гостем литературных гостиных – телевизионной версии журнала. Журнал замечательный, дружим с ним. Ну, наверное, с его рождения, да. Аналогов нет. Это, ну, вот даже, наверное, на российском уровне – это просто шикарнейший журнал. Притом отзывы, могу даже так сказать, отзывы даже в Питере о нем есть очень хорошие. Меня это поразило, притом посторонние люди говорили. Вот. Ну, журналу долгих лет жизни. На вечере подвели итоги журнального года. Состоялось награждение авторов. За лучшие публикации в номинации «Проза» была награждена член Союза писателей России, член Союза журналистов России Любовь Папетта. Первая публикация моя в журнале «Симбирск» была в 2016 году в рубрике «Военных рассказов» был опубликован небольшой рассказ «Две дудочки». Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем журналу процветания интересных авторов и как можно больше читателей. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.